Глава американской компании Blue Origin Джеффри Безос Безос показал полномасштабную модель лунного посадочного аппарата преимуществом Blue Moon называется точная вертикальная посадка, использующая элементы машинного обучения. Успешно испытанная в полностью многоразовой суборбитальной туристической системе Blue Moon получит ракетный двигатель к преимуществу B7 глава Blue Origin относит использование в качестве компонентов топливной смеси водорода и кислорода, получить которые на Луне гораздо проще, чем например, керосин или метан. Также испарение жидкого водорода поможет охладить резервуары с жидким кислородом и обеспечить в условиях лунной ночи, более двух земных недель, резервное электропитание вместо солнечных батарей. Другим важным достоинством двигателя считается применение в производстве его элементов аддитивных технологий. Выступление Безоса началось не с рассказа о Blue Moon и B7. В первой части своей речи бизнесмен выходом из кризиса Безос видит расширение среды обитания человека, частью которой, кроме Земли, должно стать космическое пространство. Однако глава Blue Origin не считает пригодными для жизни отличные от Земли небесные тела солнечной системы, лишенные гравитации и атмосферы земного типа. По его мнению, в лучшем случае такие объекты смогут вместить несколько миллиардов человек, а этого недостаточно. В качестве будущих космических колоний Безос предлагает создавать искусственные сооружения, известные как выступление Безоса было встречено неоднозначно. Конструктивная критика специалистов касалась, например, использования в качестве компонента топлива B7 жидкого водорода, добыча которого на Луне сопряжена со множеством трудностей. Впрочем, альтернативные двигательные установки, предполагающие задействовать жидкий метан или керосин, выглядят еще более трудно реализуемыми. В части деструктивной критики подобные действия можно объяснить чем угодно, но только неравнодушием Маска по отношению к успехам Безоса. Действительно, в ближайшие годы монополию SpaceX, у которой в настоящее время фактически нет коммерческих конкурентов, способна нарушить только Blue Origin. Эти компании, основанные в начале 2000-х годов, во многом похожи. Маск, как и Безос, получил хорошее инженерное образование и считает, что будущее человечества связано с развитием космических технологий, что требует кратного снижения стоимости пусковых услуг по сравнению с текущей, то есть использованием многоразовых ракет. Однако ведение дальнейших перспектив у бизнесменов несколько различается. Маск полагает, что когда Земля станет перенаселенной или малопригодной, или совсем непригодной, для человека, потребуется колонизация других небесных тел, в частности Марса. Безос уверен, что человеку необходимо сохранить Землю как можно дольше, в противном случае необходимо возводить цилиндры Анила, а Луну, астероиды и другие небесные тела использовать в качестве источника полезных ресурсов. Планок нет, сказал глава Blue Origin на мероприятии в Вашингтоне. Разработка концепции Blue Moon потребовала три года. По словам источника Space News, присутствовавшего на презентации, прежде чем прийти к окончательному варианту, Blue Origin несколько раз однако без обсудить эту и другие новости науки и технологий можно в комментариях.